Несколько дней назад все вентиляционные окна в подвале этого многоквартирного дома по улице Веденяпина в Австозаводском районе Нижнего Новгорода были наглухо заварены. При этом запертым в подвале осталось целое семейство кошек. Неравнодушные жители проделали лаз, чтобы животные смогли выбраться наружу. И это не единичный случай, когда кошки оказываются в опасности. Мы выбили кирпичи, которыми был заложен этот лаз, чтобы кошки могли в подвал прятаться. Они потом опять заделали? Они опять заделали. То есть мы трижды выламывали. Я считаю, что это один из методов уничтожения. Нина Струтинская живет в этом доме с 1966-го. Она помнит, как в те годы люди всем домом страдали от нашествия крыс. Все удивлялись, что это такое. Ни мор, ничего не помогало. Нет, у нас мы забили кошек. Забили кошек, у нас не стало ни мышей, ни крыс. Никого не стало. Живем спокойно. Так нет, сейчас нужно всех кошек убрать, чтобы не было никаких кошек. Мы будем жить с крысами, и мыши будут бегать по квартирам. У нас здоровые мужики борются с кошками. Четыре кошки и котенок. Здоровые мужики борются. Это же смех. Я ходила к управляющему ООО «Наш дом», Ковалев, по-моему. Так он говорит, мы заделывали и будем заделывать. Я говорю, так как же так можно-то? Жители регулярно подкармливают животных. Так уж завелось. Не могут они равнодушно пройти мимо. Оказалось, подкармливают животных и недоброжелатели. Они поступают, чтобы кошки здесь не бегали. Даже вон еще остались остатки, вон белые. Я тут мыла водой. Вот все остались. И здесь тоже все было замуровано. Как вы думаете, что это такое? Наверное, это самое, против крыс, которые применяют, наверное, такое. Что-то вроде мышьяка. Ну да, что-то я сам по себе не знаю. Я что за порошок. Но он вот такой вот. Здесь кошки умирают. Их было 12, осталось только 6. В управляющей компании автозаводского района говорят, они просто следуют санитарно-техническим нормам. Согласно которым, все подвальные окна должны быть закрыты решетками. Чтобы и вентиляция была, и вовнутрь никто попасть не смог. Что же касается яда, это против крыс, тараканов. Морят ядом, который, скажем так, нельзя морить ежедневно. Правильно, там есть регламент 30-10 дней, какой яд. На первых этажах живут и осматики. В этом подвальном помещении у нас находится слесарная мастерская. Там даже невозможно было работать. У нас не должно быть никаких животных в подвале. Коммунальщики четко исполняют предписание и действуют в рамках закона, который гласит, что нельзя допускать попадания животных в подвал. Если верить жителям, руководствоваться точкой зрения гуманности и заваривать все выходы из подвала, когда там находятся кошки, тоже нельзя. Иначе идет уголовно наказуемое преступление по статье «Жестокое обращение с животными». Активисты заверяют, что их борьба будет продолжена. Олег Лавров и Олег Климин. Объективно. ННТВ.